так мы разбираем первую серьезную геометрическую задачу ну сейчас будет стереометрия то есть геометрия в пространстве нам дана правильно четырехугольная пирамида s abcd страна основания а.д. вот я ее здесь обозначил высота s h 24 . к середина sd и . n это середина cd так а плоскость а бк так а нам нужно еще нарисовать вот а бк плоскость и понять так и она вот по условию пересекает вот где-то здесь и нужно доказать что . п это как раз вот эта точка это середина отрезка sc вот такой пункта что из первого процента да ну как здесь это сделать сп равно pc на свою геометрию да вот человек считает правильная пирамида вот если не значит такой правильной пирамиды можно и вот стереома конечно мне кажется пункты вот пункт b на порядок сложнее ну конечно как-то пункты они достаточно легко заходят узнаешь честно мое мнение что я бы вот банковскую задачу сделал бы 2 больные а стереомету 3 больные что пункт b стоил бы 2 мне кажется было бы более как-то да да и расписывается пункт b гораздо объемнее как раз ну и потом пункта это как вопрос да нет а пункт b это нужно что-то да 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 думать да вот здесь нужно просто доказать что по это середина вот так ну ну да нужно начать действительно с того что что такое правильная пирамида вот здесь у нас то есть неправильная пирамида это в основании лежит правильный многоугольник у нас там по условию четырехугольный поэтому квадрат и все ребра боковые равны это уже следствие там если по учебнику то там в основании правильно многоугольник и высота процентов центр далее это уже средства на самом деле можно изменить если поменять местами, если боковые ребра будут равны, только важно, что боковые ребра друг другу равны, то есть они основанию не обязаны быть равны, это тоже иногда бывает путаница. Да. Окей, ну ладно, давай что делать будем. Так, ну и мы смотрим на КП, и чтобы решить задачу, нужно, наверное, попытаться понять, что это за отрезок. То есть мы попробуем сейчас доказать это через параллельность этих прямых. Кто видит, может самим попробовать подумать и уже оформить доказательства. Ну, в общем, мы скажем, что DC, так как в основании пирамиды лежит квадрат, мы скажем, что они параллельны, то есть AB и CD они параллельны. Да, и тогда что у нас получается? У нас есть какая-то плоскость AB и прямая DC параллельна прямой из этой плоскости. Что это значит? Это значит, что прямая CD параллельна всей этой плоскости. Вот, ребят, важный момент, когда вы оформляете эту задачу. Вот стереометрия, увы, это такое сочинение. То есть здесь вот нужно писать, заметим, что CD параллельна плоскости вот этой там AKB. AKB, так как DC параллельна AB, то есть параллельна прямой, лежащей в данной плоскости, значит она параллельна плоскости. Иначе, вот помню всегда, что записано в критериях, обоснованно получен верный ответ. Просто сказать, что они параллельны, так не работает. Вот это вот нужно прописать, что CD параллельна AB, так как квадрат, соответственно она тогда параллельна прямой в данной плоскости и параллельна самой плоскости. Что дальше? Да, дальше мы рассматриваем КП и CD. Они лежат тоже в одной плоскости, и при том вот КП, вот он принадлежит одновременно и ABK плоскости и DCS. Ну это значит, что эти прямые тоже лежат в одних плоскостях, и можно отсюда сделать вывод, что КП параллельна DC. А теперь? Ну вот, смотри, я немножко тоже, как сказать, разархивирую то, что ты говоришь немножко. То есть смотрите, что мы говорим. DC параллельна плоскости, и КП лежит в этой плоскости, которую мы рассматриваем, плоскость АКБ. Ну значит тогда DC не может пересекаться с КП, потому что если оно пересекалось, то получается оно пересекалось с плоскостью. То есть если прямая лежит в плоскости, ну все точки этой прямой лежат в плоскости, то тогда бы DC с ней пересекалась, пересекалась бы с плоскостью, чего быть не может, так как она параллельна AB и параллельна плоскости. Вот это вот слова хорошие нужно написать. У тебя, кстати, многое на экзамене ушло на эту задачу? Да, у меня там, по-моему, либо один, либо два листа, ну в общем много раз писал. Ну в основном это на пункт В приходится. Ну хорошо, да, дальше чего? Вот, ну то есть мы выяснили, что КП параллельно DC, и при этом нам по условию сказано, что ДК равно КС. То есть, на что это похоже? Это значит, что КП просто это средняя линия в треугольнике DSC, и отсюда можем сказать, что и в другой стороне КП пересекает в точке P в середине SC. Ну или про подобие сказать, что раз они параллельны, то соответственные углы равны, к примеру, вот этот угол общий, да, у треугольников КСП. И дальше говорим, треугольник КСП подобен треугольнику DSC по двум углам, и соответственно коэффициент подобия 1, 2, стороны пропорциональны, вот и пункт А готов. Хорошо? Доказали, как там, побольше умных слов и в конце ЧТД, да? Ну да. А как ты говоришь, там на латыни звучит ЧТД? Кули-Д обычно пишут. Кули-Д, круто, ну так не надо, конечно, писать. Я, наверное, скажу, я в геометрии как-то столкнулся, уж не помню какой год, там, парень, ну не знаю, парень или барышня, аналогичный случай написать the same. Ну, типа, у меня там коллега спрашивает, что тут, ну, я включился, как бы, что это, ну, уместно здесь было. Но вообще всякие вот такие понты, там, антицизма, латынь, этого не надо, эксперт не обязан это знать. Или, знаете, как говорят, при оформлении 19-й задачи кто-то начинает там испроки писать там ИВ, там, Трали Вали, Форд, там, 5-е, 10-е. Ну, это тоже, знаете, не обязаны знать. Вот, если потом на апелляции не бегать, не надо так понтоваться. Окей, хорошо, давай, пункт B, что будем делать? Да, пункт B, там, получается, нужно уже найти расстояние от точки P до плоскости ABS, кажется, да. Да, да, то есть вот до передней стороны этой пирамиды как раз нужно найти расстояние. Да, вот ABS мы видим вот букву ABS. Вот сложность стереометрии в том, что если в планиметре и говоришь расстояние, ты провел отрезок, тут вообще даже непонятно, что искать. Ну, да. Что такое расстояние от точки до плоскости, так вот по определению, что с этим делать-то? Ну, вообще, это вот перпендикуляр опущенный на эту плоскость, либо, если вы знакомы с методом объемов, это, ну, просто высота в какой-то пирамиде, например, в пирамиде ABS. То есть двумя способами посчитать объем и, соответственно, получить уравнение как объем, площадь, ну, инвариантных способов подсчета, соответственно, считаем. Да. Ну, как найти это расстояние? Вот, можно... Надо, наверное, его сначала нарисовать на этом рисунке, вот, и уже потом делать какие-то выкладки. Ну, во-первых, что я хочу заметить, то, что если мы, например, возьмем какую-то точку на отрезке КП, то расстояние от этой точки до плоскости ABS, оно, по сути, не изменится. То есть если мы вот здесь возьмем серединку, какую-нибудь точку F, то расстояние от точки F будет таким же до плоскости ABS, как от точки... Вообще хорошее наблюдение, а почему, кстати? Мы же не можем сказать, вот, точка такой же расстояние. Почему? Да, ну, потому что и F, и P, получается, лежат напрямую, которая параллельна этой плоскости, ну, и, соответственно, расстояние не изменяется. Расстояние от любой точки одно и то же, конечно. Да, и поэтому... Ну, а зачем я это все сказал? Потому что, ну, просто мы можем, когда мы внутри пирамиды и делаем какие-то построения, нам просто удобнее сделать эту точку какой-нибудь вершиной треугольника или концом какого-то отрезка и уже потом посчитать значение этого геометрического элемента. Ну, вот, я хочу здесь, например, построить вот такой треугольник и уже в нем работать и пытаться искать расстояние от точки F до плоскости ABS. И уже расстояние, которое мы найдем, будет ответным, потому что расстояния равны. Вот. Ну, надо сначала найти какие-нибудь значения в этом треугольнике. Например, вот, нам бы помогло очень сильно расстояние S какого-нибудь T, например. T вроде не было. Попробуем найти расстояние ST. Как мы это можем сделать? Нам по условию дано, что AD это 14 и также знаем высоту SH это 24. Вот. Ну, и тогда мы что можем найти? Попробовать вот это же у нас, это семерка, потому что... Почему так происходит? Потому что TN это, по сути, ну, это сторона как бы параллельно вот сдвинутая в середину квадрата, если можно так сказать. Ну, то есть, вот, TN, она равно AD. Получается, она 14. Вот. И так как у нас, как сказал Михаил Сергеевич, SH это высота в пирамиде, H это проекция точки S на основание пирамиды, H это будет серединка как раз и квадраты, и вот этого отрезка TN. Ну, значит, они по семерке. То есть, центр квадрата и точка пересечения в диагонали, да, конечно? Да. Ну, и, соответственно, вот этих вот отрезков тоже середина. И здесь у нас уже получается прямоугольный треугольник, в котором мы знаем два кальста. Значит, что мы можем найти по теореме Пифагора гипотенузом. Ну, да, просто это сделаем, найдём. Ну, то есть, 24 в квадрате плюс 7 в квадрате, это сейчас 576, да, плюс 49. Что это такое? Это 625. Кажется, мы на верном пути, потому что хорошо извлекается корень. Да, то есть, 625 – это 5 в четвёртый, ну, или 25 в квадрате. Ну, и значит, что мы нашли гипотенузу, то есть, ST – это 25. Уже хорошо, уже что-то знаем в этом треугольнике. Можем попробовать найти какие-то другие величины. Ну, вот, например, мы можем найти вот это расстояние N, например, NH2, назову его. Ну, вот смотри, вот как вот до этого доходить? Да, 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 вот я как раз хотел. Понятно, пока мы ещё не понимаем, что мы ищем, и какие-то такие поддерживающие элементы находим. Да. Как понять, что мы ищем? То есть, вот как выйти на эту высоту, продолжая вот тему с этим параллельным переносом, мы же можем находить какие-то более удобные нам величины просто вот параллельным переносом. Что такое NH2? Это высота, которая будет в итоге параллельно нашей искомой длине. А почему вот эта длина искомая? Да, потому что перпендикуляры, проведённые к одной прямой, они будут параллельны. Это тогда, но я сейчас немножко про другое. У нас условие перпендикулярности прямой плоскости какое? Условие перпендикулярности... Сейчас, у нас тогда прямая должна быть перпендикулярна двум прямым на этой плоскости, пересекающимся при этом, да. А здесь, получается, пока у нас только одна прямая в этой плоскости. Вот эту стену провели, и к ней перпендикуляр. Почему это то, что нам надо-то? Тогда, почему это перпендикуляр тоже вот к этой плоскости АБС? Нам нужно найти какую-то другую прямую, которая будет перпендикулярна, и это прямая. То есть, вот это всегда проблема, когда мы ищем расстояние от точки до плоскости, провести перпендикуляр к какой-то плоскости проблем нет никаких. Но нам нужна ещё какая-то вторая прямая. Нам нужно, чтобы была перпендикулярность двум пересекающимся прямым. То есть, просто провести перпендикуляр прямой и стоять недостаточно. То есть, ну, понимаешь, да, вот плоскость, что здесь можно, вот если прямая в плоскости, можно ее вот так вот нагнуть, а нам нужно, чтобы как бы в степени свободы у нее не было, что делать? Ну, вот первое, что приходит в голову, это провести какую-то параллельную прямую АВ, вот здесь вот где-то в пересечении, вот рассказать, что, попробовать доказать, что именно они тоже будут перпендикулярны между собой. Или попробовать еще по-другому, можно же, наверное, кто-то из вас знает еще теорему о трех перпендикулярах, тоже замечательная вещь, можно, наверное, через нее тоже пойти, то есть, вот мы знаем, например, что вот это перпендикулярно и вот это перпендикулярно. Так, да, у нас получается вот эта перпендикулярность, да, а тогда получается, что АВ это параллельно, ну, то есть, вот если мы, мы же изначально строили, как вот этот отрезок, очень много букв просто. Ну, вот, смотри, что у нас получается, теорему трех перпендикуляров, у нас вот эту вот NH2, вот сюда ее проекция, это будет как раз перпендикулярно сюда, вот мы показываем теоремию трех перпендикуляров, что вот эта штука перпендикулярная. Да, то есть вот здесь вот тоже вот эти есть перпендикулярные. То есть, ребят, вот теорема трёх перпендикулярных, что у нас получается, если проекция данной прямой перпендикулярна вот этой прямой, то есть сама прямая перпендикулярна. Вот получается прямая, вот её проекция, вот она перпендикулярна, значит, она также перпендикулярна вот этой, ну или вот этой. Хотя вот эта нам не нужна, нам нужна АСБ сейчас. Что мы показываем, что вот эта вот NH2, она перпендикулярна вот этой степы по строению, а AB потеряем трёх перпендикулярных, значит, не перпендикулярны всей плоскости. Аналогично вот это, так как параллельный перенос. Именно поэтому вот этот кусок и есть искомый. Да-да-да. Вот. И, ну да, и то есть получается, что мы сможем найти какое-то расстояние вот из этой точки. А дальше мы рассматриваем два подобных треугольника. То есть вот треугольник NH2S будет подобен треугольнику FH3S. И вот они будут подобны с коэффициентом 2. Ну, потому что это же всё подобный треугольник. Ну, и получается, что здесь вот эта середина. Эти отрезки равны. Интересно, если ты больше проверен, чем физик. Я скажу, не знаю, про наблюдение, что те, кто больше в инфе, в таких ситуациях начнёт индексы писать а-ля массив. А кто больше приверженец физики, то какие-то разные буквы вводить. Вот. Ну. Такие штучки выдают. Так, ладно, давай, да, как искать тогда вот эту высоту, потом и пополам поделим. А как высоту тащить? Да, ну, обычно такую высоту можно найти, например, выразив площадь двумя способами. И тогда мы сможем... Ну, то есть вот мы найдём площадь через перемножение... Площадь треугольника TNS через высоту SH и TN. Так распишу. То есть вот площадь треугольника TSN это 1 вторая SH умножить на TN. И также мы можем выразить площадь инвариантно. Мы можем сказать, что... TN, TN. Это я N. Да, да, да. Вот. И NH2. Это 1 вторая NH2 умножить на TS. Угу. Умножить такое здесь, да. Вот. Мы, получается, знаем здесь вообще все величины, кроме как раз неизвестной нам H2N. То есть вот это вот нам неизвестно, а всё остальное мы знаем. Вот. Попробуем выразить NH2. Это 1 вторая SH умножить на TN. Поделить на TS. И подставим числа из условия. Хотя может не из условия. Ну, в общем, мы знаем здесь все эти величины. SH. Процессивили они уже были. 24, TN, TN. Так, немножко теряюсь в рисунке. Сейчас TN. Это... А, 14 тоже. И TS. Это то, что мы искали в прямой угольной треугольнике. Да, да, да. Это 25. Так. И 1 вторая вот здесь вот и здесь сокращается. И получается... Смотри, лёгкая оптимизация. Нам же всё равно делить пополам предстоит. Да, вначале пополам поделить, потом посчитать. Ага. Ну... А, это да, вот в этих подобных треугольниках получается. Вот, кстати, вот обиды стереометрия, конечно... Вот, прикинь, вот сейчас вот это посчитал, написал ответ и ноль, потому что пополам забыл поделить. Ну, она, конечно, шестокая. Ну, давай, досчитай, чтобы было всё по-честному. А я, наверное, не буду считать, я просто... Ну, буду умножать на однозначное число, там же, когда умножаешь на однозначное, как-то проще всё-таки. Ну, то есть мы поделим на 2, и получается, что вот здесь вот 2-ка зная. Да, да, я говорю, что равно здесь писать не надо. Ну, то есть, смотрите, что, конечно, оптимизация нам... Зачем считать большое, потом большое делить на 2, лучше сразу поделить на 2 и что-то там подсократится. Да, да. Давай вот тут досчитай тогда, чтобы всё-таки с ответом... Ну, я тогда на 2 сразу поделю. Да, 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 дадим на 2. Да. То есть у нас вот эти треугольники SH3F подобен треугольнику SH2N с коэффициентом подобия 2. Ну, или 1, 2. Или 1, 2. С точностью до переворота, да. Да. Ну, и получаем, что тогда соответственные элементы, в них тоже подобные. FH3 равно NH2 поделить на 2. Угу. И равно 24, сокращаю 14 и двойку, умножить на 7, поделить на 25. Ну и осталось досчитать. Так, перейду сюда. Умножаю на 7, что сейчас 28, а 14 плюс 2, получается 168. Так, ну, у меня получилось 168,25. То есть от 18, тогда прекрасно. Знаешь, я бы оставил, потому что уже такой ответ корректный, он засчитывается. Конечно, есть искушение выделить целую часть в гингу и депик фейл, если ошибка выделения целой части, но это просто за гранью добра и зла. Ну, конечно, вот стереома такая. Вот, дай конец вверх, как стереома готовится. Ну, вот определение, допустим, выучил, там формулу выучил. Ну, то есть восьмая задача, это такая формульная стереометрия. То есть там, когда выучил набор формул и подставляли, аж это больше не геометрия такая, а-ля физика, не знаю. А настоящего стереома, как вот научиться ее решать? Вот какой совет? Ну, вообще, наверное, как и с обычной геометрией. Ну, то есть есть учебник Гордина, например. Тоже, ну, Гордина хорошая там задача. И красивые чертежи там. Конечно, еще, ну, вот когда добавляется еще одна такая ось, третье измерение, ну, то есть там чатежи становятся гораздо красивее. Ну, и смотреть на это тоже очень прям приятно становится. То есть, иными словами, надо ловить кайф от решения, и так далее все будет. Конечно, да. Ну, это вбросы эндорфинов наши все. Эндорфиновая волна. Что потребляешь? Стереометрия, да? Ну, правда, на самом деле, это действительно вот, когда какой-то красивый чертеж, но я более того скажу, а вот в процессе экзамена, ты 14-й не после 13-й делал, ты ее отлачил, да? Вообще, я очень сумбурно делал задачи на экзамене. То есть, я, еще когда нам раздавали листы, получается, вот там как делают в основном люди. То есть, они приходят на экзамен, и им пока читают технику безопасности, как это... Провез в уединенный экзамен, да. Да, да. Вот там обычно люди такие смотрят, типа, ой, а вот 13-й, ой, здесь хорошо, уже знаю. Вот, ну, то есть, смотрят, что они уже могут осилить. То есть, смотрят, не сложно ли очень, ну, и пытаются уже решать. Ну, и потом в процессе написания уже там два раза приступал. Сначала вот просто посмотрел, а потом где-то после номера 17-го как раз перешел к стереометрии. Хорошо, сейчас, тогда переходим к следующему номеру. Так, номер 15-й. Вообще, честно сказать, тут мне кажется, порой во второй части оказываются номера полегче, чем тот же 11-й в первой. Вот что скажешь? Да, согласен, потому что, ну, здесь какое-то легкое неравенство, который смотришь, ну, легко даже воспринимать как-то этот номер, это задание, а на 11-й смотришь, там, еще вчитаться надо правильно прочитать. И еще прочитать, да, 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 сложно. Иногда может какой-то оказаться. Вообще, да, номер технический, просто бери и сделай, как говорится, чтобы тебе никто не мешал. Вот иногда рассказывают какие-то не очень приятные истории, как там сидел напротив организатора, а он там что-нибудь шуршал или духами какими-то такими тяжелыми пахло от человека. У меня тоже, кстати, было. А что у тебя было? Ну, я просто, когда пришел на экзамен, там было два ведущих, ну, вот, люди, которые вот следят, насматриваются над людьми, чтобы они не ушли какие-то там этические правила на экзамене, вот, ну, и один насматривающийся как-то очень... Организатор насматривающийся, организатор в аудитории. Я пришел туда на нервах просто. Но она, в общем, очень начала меня прям вот сверлить взглядом своим, смотреть на меня, на мою работу, в общем, ну, такое иногда бывает, случается. То есть, подходите, смотреть, да, типа, ты там не списываешь что-то или... Да, ну, просто наблюдая за своими действиями, то есть, просто обычное, как-то, заполнение бланков или начало работы, там, вокруг тебя уходят, там, и смотрят, что... Ну, что ты делаешь? Я не знаю, что они старались сделать, вот, но я понял, как нужно действовать. И что ты сделал? Я, ну, я воспользовался ситуацией в Москве и в России в целом, сейчас коронавирус, все дела, вот, ну, и я что сделал? Я, в общем, начал кашлять громко в один момент, и от меня как-то отъязались, в общем... Все перестали выдыхать. Не знаю, плакать или смеяться, вот такие вот, как-то, я не знаю, математика учит как-то, вот, да, вот, нестандартные мысли. Не, ну, вот, если за такую додуматься, а, вот, я бы... А лайфхаки? На нем такое не пришло в голову. Хотя в стрессовой ситуации мозг начинает работать. Так, ладно, давайте посмотрим, действительно, что тут просится, что, ох, ну, можно, конечно, 4 в степени единицы на х минус 1 сразу менять на t, но как-то сложно. Я бы, вот, t это сделать как 4 в степени единицы на х, тогда 16 в степени единицы на х, что это будет? 4 в квадрате в степени единицы на х, то есть это t квадрат. Ну и аккуратненько, что значит минус 1 степени, вот так вот напишу, 16 в степени единицы на х, делить на 16, минус 4 в степени единицы на х, делить на 4, минус 2 больше равно 0, да? Ну, теперь что, домножим и знаменатель, чтобы сразу от этого уйти, и замена. t квадрат минус 4t минус 32 больше равно 0. Так, ну-ка, тебе вьетта корни давай. О, это... Я, кстати, не решаю потерями вьетта, ну, иногда, да. Как так? Ну, ладно. Ну, что, произведение минус 32, сумма 4, 8, минус 4, да? Ну, что, пускаем волну. 8 и минус 4. Кстати, важный момент, не посмотрели кое-что, что не посмотрели, с чего надо начинать? Нужно вообще обратить внимание на ОДЗ обычно в 15 номере. Да. И здесь... Я могу как раз оформить. Заболтались. Тут оформлять нечего. Тут это... Так, меньше равно, значит, опускаем волну, да? От минус 4 до 8, больше равно 0, то есть нам подходят вот эти куски. Так, ну и у нас будет здесь квадратная скобка, потому что или этот кусок, или этот. Да, кстати, подписать ОСИ, это хорошее замечание. За это вы, кстати, балл не сняли. Это такой, как бы, недочет легкого характера. Но вообще, абсолютно верные замечания. Я тоже не люблю и детей поправляю. Ну, знаешь, как говорят, слушай советы доктора, что там надо правильно питаться, там, высыпаться, ну, не смотри, как он сам живет. Ну, вот. Это из этой серии. Значит, что у нас получается тогда? 4 в степени единица делить на х меньше равно минус 4-х и 4 в степени единица делить на х больше равно 8-ми. Первое неравенство, оно прекрасно. Почему первое неравенство прекрасно? Что скажешь? Ну, потому что какое-то положительное число, оно в любой степени положительное. И, ну, здесь получается, то есть нет решения. Да, самая лучшая война это та, которая не состоялась. То есть тут у нас нет решений, так как 4 в степени единица на х всегда строго больше нуля. Показательная функция вот полезна всегда как-то в голове держать график. Вот согласись, когда понимаешь, как график идет в функцию, у тебя сразу ты как-то ее чувствуешь лучше. Что у нас там просто, ну, 4 в степени х пошло вот так, 4 в степени минус х вот так. Да, ну, в любом случае, короче, показательная. А здесь что будем делать? Ну, давай-ка это к степени, что у нас будет? 2 в квадрате 2 в степени 2 делить на х больше равно 2 в кубе и здесь 2 делить на х больше равно 3. И вот я, кстати, не знаю, с чем это связано вот на проверке в этом году. Ну, казалось бы, человек уже делает такие содержательные вещи и вот здесь домножает на х на знак неопределенный. Ну да. Множители, грубая ошибка. Ну, я думаю, с чем это связано? Вот практически каждая третья работа вот эта вот ошибка, что здесь почему-то на х домножали. Что, типа, расслабляешься в конце или что? Почему такие косяки были? Ну, может быть, да, потому что в процессе работы как-то сложно удерживать вот несколько планов работы. Вот ты придумал идею, как решать и потом уже расслабляешься. То есть, вот ты чувствуешь, что все уже хорошо, сейчас вот решай, и будет уже заслуженный балл. Вот, но нужно не расслабляться. То есть, как мины, ну, мы разминируем, да, нужно до последнего. Больше равно нуля. 3 первая, 2 минус 3 делить на х на х больше равно нуля. И пускаем волну. Или тут нужно на что-то аккуратно посмотреть? На что тут нужно аккуратно посмотреть? Ну, у нас там. Ну, здесь 3x. 3x-то? Нет, да я имею в виду то, что, ну, если сейчас пустить волну и посмотреть, где больше равно нуля, то она... В плане здесь, конечно, x с минусом, и поэтому нужно пускать, когда все x-ы стоят с положительным коэффициентом. Ну, есть. Знак не утрясен, да. Вот это вот тоже бдительность, что вот, видишь, как сказать, не всегда маленький пример, он легкий, не всегда. Размер задачки прям пропорционален, да, ее. Так, что получается тогда? 3x-2 деленное на x меньше равно нуля, да? Ну, и получается, что у нас 0 и 2 третьих. 0 и 2 третьих. И вот у нас соответственно получили. Ну, и дальше главное здесь аккуратно записать ответ, не перепутав скобки. Да, важно скобки смотреть. И также можно проверить ответ, например, подставив крайние точки отрезка в пример, и тогда получится либо 0, либо бесконечность. Вот, ну, это какой-то признак, что действительно правильно найдены нули и функции. Ну, не функции. А может, еще какой-то кусок забыл, да? Да, кстати, полезно. Вот я когда писал экзамен, можно подставлять из вот этого отрезка крайние точки, из вот этого отрезка взять какое-то случайное число и подставить в пример. Подставив вот сюда, у нас действительно получится какое-то отрицательное число или нет, здесь положительное. Тогда это вот показатель того, что не совсем правильно записан ответ. Вот, то есть, когда не уверены в ответе, просто подставляете там очень большое число, очень маленькое число или число из отрезка. Ну вот, пощупать, посмотреть, действительно, хорошее очень замечание Но и по поводу не очень корректный ответ Я скажу, что все гораздо жестче Что если бы здесь вместо круглой скобки стояло бы квадратное То было бы сразу ноль Потому что если в ответ входит хотя бы одна точка, в которой функции не существуют То, собственно, все Поэтому здесь мы действительно как разминируем там какой-то заряд и аккуратно делаем Ну вот, а сам по себе номер действительно не очень был сложный Субтитры сделал DimaTorzok